Меня зовут Молодцев Виктор Николаевич, Дальний Восток, Комсомольск-на-Амуре. То есть я в своем первом докладе предложил убрать, как сказать, из измерения пространства такую фигуру, как эллипс, и заменить ее сжатой сферой, и через нее считать параметры и меридиана нашей Земли, и, как бы сказать, орбиту нашей планеты. И у меня получились цифры, которые я вам озвучил в первом моем докладе. Сегодня я хочу продолжить тему и показать, почему плата Гизы и вот этот комплекс плата Гизы, он расположен на 30-м градусе северной широты. Солнце, как и миллиарды подобных ему небесных тел, образуют в космическом пространстве спиральные эллиптические звездные скопления дискообразной формы, именуемые галактиками. Как любая спираль, наша галактика имеет центр, который именуется галактическим ядром, и спиральные ветви, все более растяженные по мере удаления от ядра. Солнце вместе со всей армией, со своих спутников, движется по колоссальной орбите вокруг галактического ядра. Полный оборот вокруг галактики наше светило проходит примерно до 250 миллионов лет, двигаясь со скоростью 225 км в секунду. Это не мои данные, это я брал данные астрофизиков. Двигаясь таким образом, Солнце недавно, по астрономическим меркам, прошло через спиральную ветвь созвездия Ориона, на внутреннем краю которой оно сейчас находится. Солнце путешествует вокруг центра галактики быстрее одних и медленнее других звезд. Звезды, расположенные ближе к центру, движутся быстрее, чем тем, которые расположены на периферии спирального облака. Солнце расположено довольно далеко от центрального ядра галактики, где-то на расстоянии 25 тысяч световых лет, что составляет примерно 1-2 радиуса галактики. Всю галактику, для сравнения, свет проходит за 100 тысяч световых лет. Так, звезда, именуемый Солнцем, вращается вокруг киндогалстического ядра не по горизонтальной плоскости. Его движение можно назвать волнообразными. И оно похоже, скорее всего, на движение карусельной лошадки. То есть вот у нас идёт горизонт галактики, да? А Солнце движется вот вокруг галактики по такому, как сказать, алгоритму. На круговую волнообразную траекторию Солнца вокруг галактического ядра накладывается то, что астрономы называют пергулярной солнечной скоростью. Они представляют это, как ветер, направленный к центру галактики. Параллельно круговой скорости перпендикулярно к галактической плоскости. В галактических координатах это примерно соответствует движению к 30-му градусу вне плоскости. К северному галактическому полюсу. Место в галактике, к которому направляется Солнце, расположено напротив молекулярных облаков туманности Ориона. Сама туманность, по мнению современных ученых, представляет собой звездообразующую зону, через которую наша Солнечная система прошла примерно 5-10 миллионов лет назад. Туманность является неприемлемым объектом созвездия Орион и располагается под его звездным поясом. Это звездное образование и греки называли мечом, а древние египтяне считали фалосом, своего главного божества Осириса. Из выше приведенного отрывка просматривается связь нашего светила Солнца с 30-м градусом галактических координат и красивейшим созвездием ночного неба Орионом, именуемого древними египтянами Азириса. Так, дальше. Ну я так, вот у нас как бы сказать, ну чертеж он показывает, что вот у нас, как бы сказать, существует радиус равноденствия, да, то есть вот весеннее и осеннее равноденствия идут по этой дуге. Зимнее солнцестояние идет минус 23,5 градуса, летнее солнцестояние плюс 23,5 градусов. В общем, они составляют около 46 градусов 50 минут, то есть, ну это так. Вот такой вот чертеж показывает при наблюдении с плато-гиды, с точки Гизы, например. У нас летом Солнце находится на 83,5 градуса над горизонтом. Летом, например, небесный экватор на 60 градусе идет, а зимой, то есть, получается, он идет на 36,5 градуса. То есть, ну там, плата Гизы, она расположена на 1,3, ну то есть, взята точка. Вот я вам сейчас демонстрирую созвездие Орион. У него получается, что она одна из звезд на сегодняшний день в нулевой экваториальных координатах дельта Ориона находится прямо на дуге небесного экватора. То есть, вверх плюс 20 градусов созвездие Орион, вниз минус 10. То есть, получается, всего на системе, как сказать, экваториальных координат, оно занимает 30 угловых градусов. Ну, я почему к 30 угловым градусам все время подвожу. Вот, если мы рассмотрим схему, то есть, например, вот у нас есть эклиптика и экватор. То есть, экватор, он сейчас наехал на 1 из звезд пояса Ориона. То есть, вот эта вот точка показывает это направление, на котором находится плата Гизы зимой. То есть, когда Земля проходит точку перигелия, то есть, звезды пояса Ориона находятся на нулевом градусе небесного меридиана. И на платы Гизы они занимают 60 градус относительно земного горизонта. Вот у нас схема расположения. То есть, сегодня мы находимся вот в этой точке, как сказать, эклиптики. Однажды, за 26 тысяч лет, 3 звезды пояса Ориона пересекаются с поясом небесного экватора. И вот эта вот стрелка, она показывает, то есть, объект на 30 градусе северной широты, он наблюдается на поясе небесного экватора. И высота небесного экватора на плата Гизы всегда равна 60 угловых градусов, потому что звезда полярная находится на 30 градусе. То есть, правила астрофизики гласят, что широта наблюдения равны высоте полюса мира над горизонтом. То есть, на 30 градусе северной широты расположили вот такой, как сказать, мегалитический памятник. И как раз вот 3 звезды пояса Ориона, 3 звезды пояса Ориона, они отождествились тремя пирамидами Гизы, как я докладывал. Вот так вот на этой схеме показано, что вот я расположил пояс небесного экватора в двух точках. Одна точка располагается, например, как бы сказать, на 2320 год до нашей эры, то есть, вот этот вот небесный экватор. А второй вот, как бы сказать, ну, поворот небесного экватора. Точки весеннего равновесия, так. Это вот показана точка небесного экватора, то есть, вот этот круг небесный, когда он наехал на одну из трех звезд пояса Ориона. То есть, как я докладывал в прошлом докладе, звезды пояса Ориона, и сейчас вот я показывал созвездия, они так уникально расположены как раз, то есть, что Земля отклонена от плоскости эклиптики, то есть, земная ось на 23,5 градуса, и звезды пояса Ориона, они отклонены на 23,5 градуса от плоскости эклиптики. И получается, что хочешь, не хочешь, раз за 26 тысяч лет, когда экватор движется по пресессионной, как бы сказать, дуге, он наезжает, это колесо небесного экватора, на эти три звезды. И мы с вами как раз вот живем в эту великую эпоху, когда пояс небесного экватора и пояс созвездия Ориона соединились. То есть, получается, при наблюдении с платы Гизы, то есть, они образовали определенную группу. Ну, то есть, стрелка, например, плата Гизы, я так вот нарисовал схематически, то есть, начало движения стрелки, например, и первая четверть космического года, она проходит оборот, вторая, то есть, ну, тут складывается, как сказать, движение по окружности и плюс поворот стрелки. Сама стрелка, например, на поверхности планеты, например, это как космические часы, а стрелка, она получается, как наконечник стрелы. И вот эти пирамиды, похоже, если они торчат из земли, как наконечник стрелы, который направлен в пространство. Вы на вопросы ответы будете? Дороги Бога, если, например, сейчас... Не подай еще пять минут. Хорошо. Вот это схематическая, то есть, тоже как бы схема, что вот у нас плоскость небесного экватора, плоскость 30-й параллели. И вот эта стрелка, она показывает точку на поверхности планеты, где расположен комплекс Гизы. И вот у него такая, ну это я просто диаграммы нарисовал, что если начинаем с точки Водолея, то есть у нас звезды опускаются сначала, потом идет опять подъем. Мы вот сейчас находимся в точке максимально высокого расположения звезд плата Гиза над горизонтом, то есть кульминация звезд. Такая же кульминация будет через 26 тысяч лет. Через 13 тысяч лет звезды опустятся над горизонтом. Ну вот это часы, то есть они показывают движение стрелки, например, плата Гизы. То есть помимо того, что у нас идет движение по орбите, плюс еще крутится. И получается, то есть за один круг у нас идет два оборота, как вот солнечные часы и будильник наш. То есть у нас за сутки идет два оборота. То есть 12 часов, 12, 24. То же самое происходит и вот с этими галактическими часами. То есть они делают за полный оборот два оборота как бы стрелки. У нас, ну вот я рисовал, то есть это вот сечение по точкам весеннего равноденствия, то есть координаты, например. То есть это разрез. А сейчас и вот по осям солнцестояний. И в конечном итоге мы пришли, ну вот, то есть я вам уже озвучил вот этот рисунок. То есть этот рисунок, он как бы, если мы, например, вот плоскость экватора, плоскость 30-й параллели, у нас сегодня вот эта стрелка красная показывает на планете, когда вот плата Гизы находится в этой точке. Потом земная ось за 13 тысяч лет отклоняется в крайнее положение сюда. И у нас получается, что вот эта стрелка, она находится вот в этом положении. И вот этот угол, который образуется, то есть это 46 градусов с лишним. То есть получается, что звезды пояса Гориона, они опускаются на 46 градусов и оказываются на 14 примерно градусе над поясом, ну, будет над горизонтом плата Гизы. Вот эти, как сказать, углы, они показывают высоту, как бы сказать, полярной звезды, максимальное отклонение за 26 тысяч лет. Вот этот угол показывает звезду, которая называется в нашем, ну, как сказать, обществе звездой Сириус. То есть сегодня над горизонтом плата Гизы, то есть вот эта звезда Сириус находится на высоте 43 градусов. Созвездие Орион на уровне 60 градусов. И во время полного отклонения, то есть как бы, звезда Сириус прячется за линией горизонта. Ее можно найти только в Луксоре. То есть это не на 30 градусе, а на 26 градусе северной широты. То есть как раз вот расположение городов в Египте, они связаны с этим делом. Вот это горизонтальная система, это экваториальная система координат. Экватор это дельта нулевая, тут плюс, тут минус. То есть как раз и вот у нас сейчас... И плюс я еще привязал вот, что вот эти наши часы, они связаны с тем, что вот у нас существует, например, вот лето в северном полушании 93,6 суток, осень 89,85 суток, потом зима 89 и так далее. То есть и вот когда наши калюры приходят через 90 градусов, меняются, у нас меняются, то есть сейчас у нас максимально длинное лето, 93,6 суток, лето и весна. И вот эта вот область нашей Земли, то есть орбиты, она прогревается, будет более сильной. Поэтому у нас сегодня, как сказать, солнце в летней гемисфере находится на 7,5 суток больше. Через 6,5 тысяч лет у нас идет смена, то есть лето в северном и зима в южном полушарии 92,8 суток, а как бы получается зима и осень в северном весна, то есть осень получается здесь 93,6 суток. И они постоянно меняются местами. Потом у нас зима 93,6 суток. Я просто говорю, то есть смена, когда точка весеннего равноденствия движется, она меняет климатическую составляющую нашей планеты. То есть я попытался объяснить, почему климат. И потом у нас идет весна 93,6 суток. Это связано с солнечной радиацией. То есть когда Солнце, например, находится 1 год 7,5 суток дольше, за 10 лет это 75 суток, за 100 лет это 750 суток, а за 1000 лет это 7500 суток Солнце находится в летней гемисфере дольше. Это так называемый эффект разогретой сковородки. И поэтому у нас нагревается, например, поверхность Земли. Но так бывает не всегда. То есть это так бывает один раз, когда Солнце бывает в Альве, ну как весеннее равноденствие бывает в Адолее, а осеннее в Альве. А вот в противоположных точках эклиптики на 90 градусов, если бывает, то там одинаковое количество солнечных дней в северном и южном полушарии. И в это время полюса остывают. И у нас на Земле происходит похолодание. То есть, ну я просто подытоживаю, за космический год длиной 26 тысяч лет, по моей версии, по моим расчетам, происходит два похолодания, два потепления. То есть наши, например, источники, которые существуют на Земле, говорят, что последнее потепление климата было, когда Солнце, точка весеннего равнодреса была в Альве. И произошел всемирный поток. Прошла, например, Земля по эклиптике 180 градусов. Сейчас в наше время повторяется та же картина. Когда оттаивают полюса, то, будем так сказать, давление на литосферные плиты, оно изменяется. Происходит движение литосферных плит, пробуждаются вулканы, и наступает эпоха катаклизмов. И это время сопряжено с различными, так называемыми, бурями, катастрофами, вулканами и так далее. То есть, и вот почему, например, у нас в 13 тысяч лет назад, когда находят мамонтов замерзших, у них даже, они замерзли мгновенно, у них даже растения не успели перевариться. То есть они ели, и так быстро остыла планета, что они не успели, то есть моментально умерли. То есть находят такие, как сказать, следы. То есть, что катастрофа пришла внезапно. Что это было, или это был метеорит упавший, который там, в северных территориях, что наступило очень быстро похолодание. В общем-то, будем говорить, все, завершен доклад. Если кто-то хочет более подробно, то есть все мои материалы доступны, я могу с любым человеком поделиться, например, своими. В этом году Ламберт Академик Публишенко публиковала в интернет-издании моей книги. То есть, 39-е, 30-е государство и сфера метеоритета. Я могу дать карту, то есть все могут свободно ко мне обращаться. Все, что хотите, я вам дам просто так, бесплатно, безо всего. – Так, вопросы, пожалуйста. Ну, у меня тогда вопрос… Слышно меня, нет? – Да, да. – У меня тогда вопрос такой. Вот наши разговоры теперь, вот нынешние, о потеплении, там, похолодании. Вот мы видим там всякие погодные катаклизмы. Значит, в свое время был такой академик Кондратьев, даже ректор нашего университета большого. Он занимался этими вещами. Ну, я помню, что мы с ним говорили на эту тему. Он сказал, что все эти потепления, все это, в общем, не так. Это все кажущееся. Вот, мол, мы в свое время хотели там реки наши северные повернуть сюда, а потом понятно, что это не надо было. Ну, в общем, короче, с вашими рассуждениями, как это связано, то, что мы наблюдаем сейчас? Или никак не связано? Ну, как вам объяснить, хочу немножко в историю. Потому что историки не знают географию, географы не знают математики. Ну, то есть у нас узкая направленность наук. Если мы возьмем наблюдение движения нашей цивилизации, то есть если мы возьмем экскурс 7-5 тысяч лет назад, где наши цивилизации были все? То есть Шумер, Египет, Месопотамия, Индия. Они были от экватора, ну, 20-30 градусов северной широты. То есть все эти цивилизации находились. За последние 5 тысяч лет куда двигалось наше человечество? То есть у нас постепление наступило неодночасно. То есть все наши цивилизации двигались. Сначала цивилизация египетская, потом критомикенская, потом греко-римская. То есть куда они двигались? Они двигались на север. И они двигались поступательно, то есть неодночасно. И за несколько тысяч лет это движение привело к тому, что все основные наши индустриально развитые государства сейчас живут от 40-го до 60-го градуса северной широты. У нас бывает локальное похолодание, потепление, похолодание, потепление. Но общий, как сказать, поступательный цикл движения человечества, оно привело нас к северу. Вот мы сейчас живем, вот с вами сейчас в Петербурге, 60-й градус. Тогда, когда, например, цивилизации египетские и все остальные жили на юге, здесь были ледники, здесь было, как сказать, жить невозможно. И люди пришли сюда, почему? Потому что идет постепенное поступательное потепление. На этом цикл заканчивается. Созвездие Орион поднялось на свой максимальный цикл. И у нас еще, как сказать, по эффекту разогретой сковородки потепление может продолжаться, ну, тысячи-две тысячи. Потом идет опять охлаждение. То есть опять мы переходим в зону. То есть мы переходим, когда полюса начнут остывать, и планета начнет остывать с полюсов. То есть она опять, как сказать, покроется ледниками. Этот период где-то охватит 6,5 тысяч лет. Когда мы из этой точки, например, перейдем в эту точку, будет охлаждение. Потом опять через 6480, ну, у меня 6480 лет эти циклы, у нас опять придет потепление. То есть в точках, когда точка весеннего наденствия была в созвездии Льва и в созвездии Человека, Водолея, то есть у нас происходит глобальное потепление. То есть это мы с историческими хрониками связываем. А если, например, у нас... Почему человечество ушло на юг? Потому что было похолодание. То есть и древние арии, то есть в исторических наших источниках, ну, то есть, ну, как вот, хрониках, они же пришли, например, в Индию и в другие вот эти южные страны, они же пришли с севера. Почему вот сейчас вот поднимается вопрос гипербореи и так далее, что существовала, как сказать, ну, будем говорить, цивилизация на просторах нашей Руси сегодняшней. Но потом в связи с похолоданием климата был исход людей. Это не я говорю, это как бы история говорит об этом. Они ушли на юг и основали там новые цивилизации. Потом, когда начался новый процесс потепления климата, ну, историю мы знаем. 5-7 тысяч лет назад этот, как сказать, ну, будем пласт истории, мы все-таки как-то изучили. И он о чем говорит? Он говорит однозначно, что мы все двигались с юга на север, то есть в этот момент. Значит, до этого мы двигались с севера на юг. И вот эти, как сказать, повторяются элементы на Земле. И она построена, по моему принципу, так, что вот, например, вот эти вот позиции в космосе, они помогают Земле, например, то охлаждаться, например, за 6,5 тысяч лет, то оттаивать, то есть и как вот дикие гуси, лебеди. Они же почему летают туда-сюда? То есть потому что в северных регионах они дают более здоровое жизнеспособное потомство. Когда цивилизация землян приходит на север, что происходит? Ну, по моей версии, за последние 200 лет интеллектуальная составляющая землян, то есть она сделала колоссальный прорыв. Чем ближе мы к полюсам, тем получается, то есть общая цивилизация, ну, как происходит, взрыв интеллектуальной активности землян. И мы создаем, то есть сначала у нас были, например, до 18-го пики, копья, там, щиты, там, рогатки, луки и так далее. За последние 200 лет человек улетел в космос, расщепила там и так далее. То есть это очень короткий период. И он произошел тогда, когда мы пришли к полюсам. И примерно такой же период был 13 тысяч лет назад, когда человечество пришло к полюсам. И когда оно ожидало новый, как сказать... Да нет, я просто говорю, когда оно ожидало новый цикл похолоданий и обструкций, то есть когда они ожидали, а не зная из истории древних цивилизаций, что произойдет всплеск, потом идет, как сказать, обратный процесс. То есть восходящие, нисходящие. И человеческая цивилизация, уйдя к полюсам, опять забудет все то, что оно знало. И только после того, как оно возвращается опять в исходную точку, то есть к полюсам, оно опять вспомнит то великое наследие, которое оно имело. То есть это происходит постоянно. Но вот эти процессы, то есть не выдержат никакие, то есть ни квантовые, никакие компьютеры и так далее. То есть все это было заложено вот в таких комплексах пирамидальных, которые, как сказать, под своим угловым характеристикам и другим составляющим. Ну то есть, как сказать... Спасибо. Это на мой вопрос, но вот появились еще. Вы хотите, да? Пожалуйста. Я влюблен в вашу теорию, в ваше объяснение. Я об этом говорил вам лично даже. Да, действительно, прецессионный тур, когда проходит, он меняется, меняется. Но эта теория... Вот у меня к вам вопрос. Откуда взялось озеро Байкал? Откуда взялось озеро Байкал? Почему оно обладает такими качествами, которыми не обладает ни другое, ни моря, ни Каспийское? Понятно, понятно. Спасибо. Можете вы ответить кратко на этот вопрос? Ну, по современным, как сказать... Ну, вот та информация, которую я имею, вот по озеру Байкал проходит разлом, в котором образовалось однажды озеро Байкал. Через какой-то промежуток времени, то есть, озеро Байкал опять может превратиться в море. Но это, как бы сказать, по прогнозам современных ученых. Почему произошло такое, то есть, образование озера Байкал? Я лично объяснить не могу, потому что я, как бы, не изучал этот аспект сознательно. То есть, поэтому ответить на этот вопрос я не могу. Спасибо. Еще... Коротенький вопрос. Я правильно понял, что, в принципе, вот эта цикличность похолодания и потепления связана с резонансным явлением, когда наиболее короткое лето совпадает с наиболее удаленным расположением Земли от Солнца, да? Ну, как бы, я предварительно, то есть, вот я как раз, когда вот, я последние расчеты закончил в марте месяце. Но я считаю, что это не окончательно, потому что, вот я рассчитал, да, что сейчас перигели и афели друг от друга отличаются на 6000, ну, с небольшим километром. Но, если, например, считать по этой теории, то Солнце, оно может переходить и, ну, то есть, менять фокус. То есть, сейчас она вот в этой позиции находится, потом она переходит ближе к центру, а потом опять переходит дальше, то есть, идут смещения фокуса Солнца. То есть, ну, это, опять же, моя теория, то есть, но я не могу никак ее доказать пока. Поэтому это чисто мое мнение, что... Спасибо большое.